Всем доброе утречко! Сегодня мы выезжаем из этого гостевого дома. Сегодня мы собираем вещи, отправляемся обратно. Заканчивается наш отдых. Покажу еще раз домик, в котором мы остановились, потому что я его забыл снять первый этаж и кухню. Сейчас покажу. Но интересно, смотрите, как у нас номер. Если окно выходит во внутренний двор, а у нас здесь он такой немножко закрытый. Видите, со всех сторон. Тем более сегодня с утра пасмурно и дождь шел. И номер получается сильно затенен. Так хорошо поспать в нем солнца не будет с утра. В общем, для нас номер, для Насти вернее, номер идеально подходит, потому что она любит подольше поспать. Включил свет. Номер тумбочки, кровати. На нашем этаже две душевых, два туалета, стиралка, гладильная доска. Вот здесь вот огромный огород. Еще третий домик строится здесь. Номера, номера, номера. Сейчас я свет выключу и пойдем завтракать. Покажу кухню. Здесь большой балкончик с цветочками. Все красиво. Сейчас почти все номера заняты. Контакты этого гостевого домика я оставлю в описании. Но хозяйка говорит, что лучше ВКонтакте или Ватсап. Вон машина стоит. Для машин здесь много места внутри двора. Там еще магазинчик будет на следующий год построен, скорее всего. То есть можно будет купить и местный компотик, и местные фрукты. Пиццу мы заказываем здесь недалеко. Очень вкусная пицца. Еще один балкончик есть. Просто балкончик с красивым видом. Вот вид из... выйти из холла. Ай, как же здесь красиво, а? Мне так нравится. Просто не могу. Это вот холл. Здесь номера, номера. Вот такие стульчики тоже. Просто хочу себе. Нравится. Нравится мне. Они жесткие. Они такие красивые. Нравится. Так. И пойдемте покажу тогда кухню. Здесь все развиваются. То есть в обуви сюда нельзя заходить. Все чистенько. Везде цветочки. Везде цветочки. Там мангал. Можно шашлык жарить. Вон там еще душевые, туалеты. Игрушки здесь есть. Можно поиграть в мяч, в бадминтон. Мы здесь завтракаем. Вот столики, кухонька, телевизор. Три холодильника. А вот, Настя, мне уже лимон достала. Вот лимон. И еще здесь есть вот сюда выход. Можно покачаться. Я здесь вчера сидел. И везде цветочки. Стиралка здесь есть. И на втором этаже... А, я показывал. Посуды на кухне разные много. Тарелочки, вилочки, ложечки, чашечки. Ножа только вот нет поварского. Нигде нет. Сколько вот мы останавливаемся. Это у тебя, знаешь, большие запросы. Тебе куда, Саль? Вот сюда на бутербурге. Сколько мы останавливаемся во всех отелях, гостевых домах, где мы еще останавливаемся, как это назвать? В квартирах. В квартирах, где тоже мы где останавливаемся. Нигде нет поварского ножа. Только вот такие вот обычные ножики. Ну, они хорошо режут. Ну, режут хорошо, но шинкуют медленно. Я уж привык к своему. С большой пяткой. Ну, а вот такой поварской нож. Так, что на завтрак показываю? Помидор даже режет идеально, понимаешь? Да, они хорошие, наточенные, но я привык уже к поварским ножом. Вот. Это... Я забыл, как называется, Настя. Ай-жа. 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 Называется это. Это кукурузная крупа и очень много сыра. Мамалыга с сыром, только сыр просто концентрат. Ну, мамалыга, это когда... Это просто, когда мамалыга, это просто... Отварная крупа, я так понял. С сыром. Мамалыга с сыром. Это кукурузная крупа с сыром? А это ай-ж. Здесь сыра больше, чем... Ммм. Очень вкусно. Завтра к ним собираемся и поедем обратно. Мы пока не планировали обратный маршрут, поэтому я даже не знаю. Докуда доедем, там и будем останавливаться. Путь будет сложный. Ладно, давайте. Все, мы собрались, все вещи собрали. Заехали еще, взяли аджун-джух. Десять штук. Половина с фундуком, половина с грецким. И взяли еще фундука. Здесь он очень дешевый, очищенный. Я как удивился, когда слышал по-русски. Черчхела. Аджун-джух. В комментариях мне написали, что похож на палец дьявола. Очень вкусная штука. В общем, мы в дорогу взяли покушать. Вместо всяких батончиков... Вот этих батончиков. Покажи, Настя, какие батончики. Ну, там в двери обычно у нас лежат. Ну, для перекуса. Так, буду ехать сейчас. Ну, обычных таких батончиков, знаете? Злаковых. Все, едем. Мы проехали Гагра. Остановились, просто случайно съехали на съезд. А здесь целый источник. Смотрите. А тут такая кружечка местная не оставлена. Можно воду набрать. Мы в пути два часа. До границы. Еще час. Мы чуть-чуть совсем проехали. Оказывается, уже граница. Я сказал, целый час. Минут 10 ехали. Так, а нам куда? Давайте со всеми поедем вот сюда. Надеюсь, большой очереди не будет. Сегодня вторник. Вторник. Ты выбирай, скажем, там, где поменьше очередь. Мы на границе, на Абхазской. Попросили показать багажник. Мы едем дальше. Сказали, проезжайте дальше. Очереди здесь совсем нет. Детей фли. Еще прямо. Снимаешь? Да. Все останавливаются вот в этот магазинчик. Но нам вроде ничего не надо. Или надо здесь людей высаживать? Я не понимаю. Не знаю. Нет, тут просто пешеходные идут. А, это пешеходный маршрут. Смотрите. Давай покажу. Вот, кто пешком ходит в этот магазинчик, они вот так вот идут, получается. Нам друзья рассказывали, что можно просто сходить в магазин и вернуться. Вот такой небольшой КПП здесь. Некоторые просто границы по пешеходам бегут. Не обязательно машине. Может, мне повезло так быстро, но я даже нигде не останавливался. Я сразу проезжаю. Я, конечно, встал немножко неправильно. Но мне открыли этот шлагбаум, и я сюда заехал. Так, а еще одна остановка. В итоге еще несколько раз спросили паспорт, техпаспорт. Еще раз посмотрели машину, спросили, везу ли я табак, алкоголь, а я ни кулю, ни пью. И все. И получается, я всего на границе потратил в эту сторону 5 минут, как и в тот раз. Кажется, мы тоже во вторник ехали. Да, кажется, ровно неделю назад. А жили мы как раз вот в этих домиках. Я ночью все смотрел, сравнивал, сколько будет машин ночи утром, утром больше машин, конечно же. А где-то часам после 10, в 11 уже намного меньше, если в будние дни. В выходные, не знаю, в выходные всегда много. Так, Настя с детьми вернулись тоже через минуту-две. Перед нами только одна семья была. Теперь нам нужно решить, каким путем мы поедем. Через Краснодар, Ростов или же через Сальск. В общем, напрямую. Хотя напрямую дольше. Но, как говорят, вроде пробок меньше. Сейчас я брату позвоню, он каждый год ездит в Абхазию. Спрошу точно. В общем, границу мы прошли за 5 минут. Не 8 минут нет. А вам в другую сторону, смотрите, сколько машин. Да, хотя день. А мы утром проходили. Было меньше, мы к нему сразу. Мы сразу, да, перед нами одна машина. Может, нам повезло? Так, погода наладилась, кстати. А, за все дни, сколько мы отдыхали, ни у кого кишечки не случилось. Бам-бам. Так что не у всех, значит, случается и не всегда. Хотя мы все ели и даже с пола немытая ели. И дети воду прямо из-под крана пили. И, да, ну а как не пить? Под Сочи мы попали в пробку. И дальше огромная пробка. Еще и гроза. Ну, ничего, прохладненько будет. Так, день заканчивается, мы доехали. Пробка не закончилась, хотя день заканчивается. Доехали до Лоа. Настя ушла в магнит. Туда ушла. И я думаю, мы как раз к магниту сейчас подъедем. Вот 10 метров, и она выйдет. Вот из-за чего пробка оказывается. Дождь прошел. Я думал, авария какая-то, а здесь вон оно что. Просто затопило. Надеюсь, дорогу... Я говорю, а камеру высунул. Надеюсь, дорогу дальше не размыло, но вроде бы едут потихонечку. Смотрите, дождя уже давно нет, но с горст вот сколько. Ливневки нету. Ой, опять говорю, не в камеру. Ливневки нету, видимо, здесь хорошей. И вода здесь вот таким потоком соединяется. Смотрите. Ой-ой-ой. Да, это... Мы проехали Лоа. Наверное, это тоже Лоа. На этом день и заканчивается. А что, по-моему, кисель, я хочу кисель. Кисель. Кисельные берега. Видим, цвет похож на кисель. Показался, говорит, я хочу кисель. Мы доедем сейчас до Бургер Кинга, и там остановимся. Потому что уже день заканчивается, я очень устал по такой пробке ехать. Мы, в общем, полдня провели в пробке. Ой, смотри, там машина большая, не богатая. Первый раз вижу, что в Бургер Кинге была еще детская комната. Смотрите, какая. Конечно, можно. Можно, можно, заходите. А я пока закажу. Ничего себе. Первая наша остановка. Мы обычно остановимся в Бургер Кинге. Так. Заказываем что-нибудь поесть. Обычной картошкой. Какой мишка довольный. Да я бы сам бы полазил. Я вообще-то такие штуки люблю. Смотри. Двухуровневые даже. Офигеть. Для ботинок здесь есть. Ничего себе. Отсюда не уходить никуда. В детстве мы нашли Бургер Кинг, где безлимитно наливают. В Туапсе. А уже в Волгограде отменили, кстати, безлимитно. А в Туапсе все сюда. Безлимитный Байкальчик. И душес. Обожаю Байкальчик. Черноголовка Байкал. В общем, у нас здесь кругляшки, сырные наггетсы, колечки, крылышки. Ням-ням. Улитка это называется. Картошка деревенская. Бургеры. Ролл с креветками. Пирожок. Все у нас в ассортименте сегодня. Никитуль, надо идти, где сахар будет. Вкусный? Вместе будем пить, да? Вместе будем пить, да? Возвучно. Ну, правильно. Папа заказал два стаканчика всего. У меня душес прозрачно. Будем смешать. Вот это для. Местеринка. Утречка. Второй день дороги. Практически всю ночь мы ехали. Делали небольшую остановку перед Краснодаром. Поспать пару часиков. В общем, темно было слишком. И сейчас мы сделали вторую остановку. То есть сейчас все пойдут, все спали же, я ехал. Сейчас все пойдут разминать ноги вот в то поле. Уже вкусняшки какие-то кушают. Завтракать будем. И я немного посплю. А все остальные немного побегают, в общем. Мы решили сегодня ехать через Тихорецк первый раз. Потому что мы обычно едем через Ростов по федеральной трассе. А потом сворачиваем на Волгоград. В общем, по обычной широкой. А сегодня мы решили поехать через Тихорецк. Посмотреть дорогу. Потому что мы здесь ни разу не были. На той дороге я всегда засыпаю. Она слишком ровная. И всегда прям носом клюю на обратном пути. А здесь нужно петлять, вилять, внимание на все обращать. Поэтому заснуть будет сложно. Так. Пробуем Тихорецк. Абликосы. Нормальные. Нормальные. Сладкие. Пойдет. Мы, в общем, приехали. Ехали без остановок практически. Так. Лапа. Ой, какая счастливая. Какая счастливая. Сидеть, 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 сидеть. Что рассказывает? Сейчас все тебя поглад... Руки не лежат. Лапа, 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 лапа. Это мы забыли распаковать велосипед, Никитин. Вернее, не успели. Никита, твой велосипед. А где хвостик? Настя покажет огород сейчас. И сегодняшний день я, получается, ехал. Да, лапа. Лапа, ты тебя хорошая, собака, да? Так, 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 ну все, все, все. Сейчас мы тебя погладим, да, погладим. Стой, стой, стой. Давай. Дедушка за всем хозяйством следил. И лапу кормил, и хвоста кормил, и поливал здесь все. Ого, виноград там. О, виноград уже фиолетовый. Пойдемте посмотрим. Кукуруза здесь. О, персик шикарный. Смотрите, как вырос. Остальные лапы. Папочка, представляешь? Павелка. Пошли, пошли. Смотрите, какой персик большой. Пап, новый, новый. Пошли, быстрее, быстрее. Папа, уже готово. Подожди, подожди, я смотрю, тут тыква все-таки принялась одна. Я переживал, что она... Папа, уже готово. Что? Божечки, божечки, своди, тихо, 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 не раздавите. Так, надо лапу обратно прицепить. Она все потопчет, все порвет от радости сейчас все. Сидеть, сидеть. Ух, да ты меня столкнешь так. Я еще обещал к маме сходить. Да ты моя хорошая. Да сосредоточься ты. У лапов такая проблема была. Она с детства очень несосредоточенная была. Трудно было ее отучать от повадок разных. Руки лизать. Вот она отучила. Огурятся. Огурятся. А, потому что она схуднула, что ли. Дедушка не кормил тебя. И ведь от жары такая. Наверное, от жары. Вот это да. И вот еще одна спица. Мама виноград. Ой, да я не люблю. Виноград? Нет. Виноград, кстати. Папочка. Виноград. Да. Вот этот виноград мы еще не пробовали совсем. Мы когда приехали, здесь был строительный мусор. Я когда поднял, здесь растащил. Здесь была беседка строительная. Ну, склад, то есть. Растащился здесь. Просто оказывается, там виноград был. Он принялся в прошлом году, то есть чуть подросся. Сегодня второй год. Он вот начал полудоночки. Если он вкусный, мы его... Я тут выложу. Подожди. А, я понял. Это зеленый. Не созрел кислый. Этот мы тоже толком не пробовали. Ну, попробовали, но не поели. Он мелкий. Я пропал. Ему тоже зреть. Хозяйство Насте все покажет подробно. А, здесь бегают. Он кукуруза. Не сломайте. Настя все подробно покажет. Мне хвостика нужно найти. Он всегда скучает, когда я уезжаю надолго. О, он Настя бляшла. Вроде все нормально, все на месте. Кусты и лебеды такие. Так, в общем, крыша застыла. Вернее, твердости набрала. Мы успели начать выкладывать стены. Вот, периметр стены, периметр стены. Здесь немножко трубу уже успели поставить. О, дедушка, смотрю, песочка навозил уже сюда. Отлично. Песочка уже, вот, труба, это из подвала. Отлично. Так что можно уже стену здесь прям строить. Убирать опалубку там снизу, от порки. Соскучился я по стройке, честно говоря. Дедушки тут? Нету? Нету, дедушки. С тебя пошел везде, нету, дедушка? Нету. И котика нет почему-то. И нету, дедушка. Обычно он встречает. Хвост! Хвост! Нету хвоста. Где она? Где она? Странно, хвоста нигде не могу найти. Обычно он, он, я же все дырки завалил в заборе. Двери закрыты были. Дома нету, он обычно встречается. Непонятно. Сейчас буду разбирать машину. В этот раз нам самокат даже не пригодился. Мы его туда-сюда провозили. 3300 километров я проездил. Поставил счетчик перед выездом. 3300 километров. Это всего. От дома на Азовское, потом в Абхазию и обратно. В общем, просто так прокатался с нами. Самокат, оказывается, можно даже не складывать. Он так хорошо помещается. Так, разбираем все вещи. Да, да, я уже заволновался. Где ты был? Вот и мой хороший. Я тебя тут искал, искал. По дворам уже прошел везде. Поискал. Просто у него еда нетронутая. Мама говорит, он всегда ел. И тут курица. Он тоже у нас всегда съедал. Я ему порционные кусочки курицы належу. Квост, где он был? А я смотрю, не съедено. Большой, да, какой он? У него мухи почему-то. Да мухи тут просто налетели. О, голодный, смотри, голодный. Он зайти не мог. Он, наверное, выбежал, когда дедушка поливал. Он толстый. Он сразу на еду накинулся. Он толстый. Наверное, выбежал на улицу, а обратно зайти не смог. Ну, все, все, пусть ест, не отвлекает ли его. Вот я ему тут порционные вот такие кусочки оставлял. Дедушка их в морозилку. И каждый день он, вот он, только филейку теперь ест. Что ты покушал? Давай филейку тебе сделаю. Хвост. Ну ты, ну хорошо. Че, он куда пошел? Да, домой, наверное, зайти не мог. Я ему сейчас открыл там блок. Ну, такие случаи, когда он выбегает, я ему открываю там в заборчике, и он заходит. А сейчас я смотрю, в заборчике закрыты было. Не углядели. Да. Ой, жалуется. Вот он тоже пошел осматривать двор. Точно не было тут два дня. Пошел осматривать. Да. Это мой хороший. Пошли, пошли. Ох, ну все, можно идти отдохнуть немножко, искупаться и отдохнуть. Да, ну иди сюда, Хвост. Иди. Иди сюда. Пожалуйся. Пожалуйся, пожалуйся, да. Пожалуйся. Ему 11 лет. Или 12. Или 13. 13, кажется, уже. А, да, 13 лет он уже. Ты мой хороший. Да. Все, я пошел опять кушать. А, он курочку ждет сейчас. Съем курочку сюда. Какой я сейчас прям довольный. Я так и не поспал, но зато я съел дошек. Я попил чай с лимоном. Посидел за компьютером. В общем, я прям такой счастливый. Сейчас к маме еще пойду. Обещал зайти на чай и абрикосы. У нас на даче поспели абрикосы. Не могу ключи от машины найти. Где? А, они в машине, наверное. Все. Я соскучился по своей машине. Со мной Степка идет. Вызвался, остальные мультики смотрят. К Баби Лиде? Да. Пошли. Наверное, ключи здесь. Как я соскучился по своей машине. Хвост, ты где? Ты все рассказываешь? Да? Все рассказывает. Все жалуется. Он и так болту на нас. А сегодня совсем все рассказывает. Да? Мама у нас рядом живет на той же остановке, мы хотели сказать, на соседней. На той же остановке, мама живет. Я отвык от этой машины, от электрички Nissan Leaf. Просто ракета. Еще и посадка низкая. Я сидел как на троне здесь. В мини-вейне высоко сидишь. Я здесь сел, так вот провалился туда. И она такая незвая. Я вообще... Аж страшно с непривычки. Привет, мам. Привет, Илья. Кто? Кто тут самый такой, а? Кто? Кто тут соскучился? Кто соскучился? Ой, абрикосики. Кто? Гигантский кружевник. Смотрите, какой. Да, а ребятки с нашим. Абрикоски. Абрикоски. А я тебе аджинджух принес. Знаешь, как аджинджух? Как мне сказали по-русски это чурчхела. Я говорю по-русски чурчхела. То, что Настя показывала в этом. Орехи с мякзинджух. Вот так. Проходите. Давай чай пить. Чай пить? Да. Тащи есть не будешь? Нет, я понял. Доширак. А что вы ели сейчас дома? Доширак. Доширак. Прям сердце. Смотри-ка ты, прям сердце замирало. Мама смотрела. А вы это, Настя, такая довольная. У меня прям. Не могу. Аж сердце замирало. Ребятишки над пропастью ногами болтают. Мама смотрит наши блоги. Незакрытая кабина, вот когда. Ой, не могу. Да там закрыто все. Это мы в Сочи. Ну, другая была. На другом пути. Незакрытая была. Абликосики просто мед. Просто мед. Хорошо в этом году они есть. А то в прошлом году... Немного есть, да. Немного есть. Смотрите. Просто сок. Я специально выбирала, да, мягкий, а не мед. А те, которые несут на продажу, они же срывают, чтобы их донести. Они же...